Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается простая шарообразная головоломка под названием YETBALL, которая является шип-модом другой простой головоломки под названием EVCUB. Если вы умеете собирать EVCUB, то YETBALL тоже окажется вам под силу. Попробуйте собрать самостоятельно. Если нет, то сейчас я подробно расскажу, как собирается YETBALL. Из-за шарообразной формы кажется, что головоломка однородная состоит из непонятных элементов, но если присмотреться, то можно заметить, что элементов здесь два типа. Это трехцветные элементы и одноцветные элементы. Если сравнить с EVCUB, то можно понять, что трехцветные элементы это уголки, а одноцветные элементы это центры. Поэтому в процессе сборки мы будем правильно ориентировать углы и расставлять между ними центры. Если присмотреться, то можно заметить, что есть два угла с белым цветом. Это бело-оранжево-синий и бело-красно-зеленый. И также есть два угла с желтым цветом. Это желто-красно-синий и желто-оранжево-зеленый. В этом шарике всего четыре угла и именно их надо будет правильно ориентировать. При перемешивании и сборке головоломки нужно следить за доворотом граней. Так как шарик форму не меняет, нужно, чтобы вот эти вот прорези совпадали. Иначе мы не сможем сделать следующий поворот. К примеру, если сдвинуть вот так, то следующее движение сделать не получится. Поэтому прорези нужно совмещать. Тогда все вращается. Допустим, это перемешанное состояние. Первым делом нужно найти два белых угла. Вот один и вот другой. Они всегда будут находиться рядом, но нужно их ориентировать белыми цветами друг к другу. Это делается интуитивно. Сейчас белый и белый цвета этих уголков находятся близко, значит это нужное нам положение. Посмотрим еще раз. Ищем белые уголки. Вот один. Бело-оранжево-синий. Это центр. И вот еще один. Берем оба этих уголка сверху и поворачиваем белыми цветами друг к другу. Белые углы ориентированы правильно. То, что мы сейчас делали на иве выглядит следующим образом. Находим белые уголки и ориентируем их белыми цветами на одну грань. Также интуитивный этап. После этого на иве нужно белый центр поставить между белыми углами. Для этого его нужно сначала найти. Располагаем белый цвет вверх и ищем белый центр. Если на боковых гранях его нет, то он находится снизу. И поворотом любого нижнего уголка его можно поднять наверх. Теперь нам нужно расположить иве куб так, чтобы перед нами не было угла. Он немножко по диагонали так находится и уголка перед нами быть не должно. Должен быть соседний угол, где фиктивный уголок, который внутри. Из этого положения мы делаем пиф-паф. Либо левый, либо правый. Если центр находится слева, то делаем левый пиф-паф. Как он выполняется? Вращаем левый верхний уголок, поднимая центр вверх. Вращаем правый верхний уголок, поднимая боковой центр тоже вверх. Вращаем левый уголок обратно, вращаем правый уголок обратно и И центр появляется сверху. Если белый центр расположен справа, то делаем пив-паф справа. Или правый пив-паф. Все движения зеркальные. Поднимаем сначала правым уголком центр. Потом левым уголком. Отменяем первое движение. Отменяем второе движение. Два движения в одну сторону, два движения в обратную сторону. Результат это два уголка и между ними центр одного цвета. Если у нас едбол, то ориентироваться чуть сложнее, но делать нужно все то же самое. Вот у нас белый центр, белые уголки. И правым пив-пафом можно поставить на свое место этот белый центр. Поднимаем. Поднимаем слева. Опускаем справа. Опускаем слева. Это если центр располагается справа. Если центр располагается слева, то делаем левый пив-паф. Поднимаем слева. Поднимаем справа. Опускаем слева. Опускаем справа. Напомню, что перед выполнением алгоритма перед нами не должно быть угла. То есть вот угол справа, вот угол слева. Не должно быть вот такого положения, когда угол перед нами и угол получается сзади. А по бокам углов нет. Из этого положения пиф-пафы сделать не получится. Берем обязательно вот так. Центр слева. Делаем левый пиф-паф. Первая сторона собрана. Если мы не видим на боковых поверхностях шарика белого центра, то он наверняка располагается снизу. Посмотрим, это действительно так. Вращением любого нижнего уголка, желтого, мы поднимаем его выше. И отсюда можем поставить на свое место. Центр находится слева. Значит, с левым пиф-пафом. Собрано. Далее на иве нужно перевернуть головоломку и сделать все то же самое на желтой стороне. То есть, сначала ориентировать правильно два уголка, потом тем же пиф-пафом поставить желтый центр на свое место. Здесь это сделать даже проще, так как нижняя грань уже собрана и желтого центра снизу быть не может. Тот же самый пиф-паф. Если желтый центр справа, начинаем пиф-паф справа. Желтая сторона собрана. Делаем то же самое на головоломке YETBALL. Переворачиваем белым цветом вниз и ищем желтые уголки. Один угол. Второй угол. Располагаем их желтыми цветами друг к другу. Вращаем один. Вращаем второй. Один желтый уголок. Другой желтый уголок. Желтые цвета рядом. Теперь ищем желтый центр. Снизу быть его не может, так как там белая грань. Вращаем и находим желтый центр слева. Делаем пиф-паф слева. Поднимаем слева. Поднимаем справа. Опускаем слева. Опускаем справа. Желтая сторона тоже собрана. Собрана белая. Собрана желтая. Далее на иве мы располагали белую и желтую стороны по бокам и смотрели, есть ли на стальных гранях собраны центры. Вот красный центр стоит между красными уголками. Он стоит на своем месте. Его нужно расположить снизу. Располагаем снизу. Справа желтый. Слева белый. То есть у нас собраны три грани. Слева, справа и снизу. Остаются не собранных три. Сверху, спереди и сзади. Если остается переместить три центра, то это всегда решается за четыре хода. Но вращать мы будем уголки немножко по-другому. Сверху смотрим. У нас оранжевые углы. Значит сюда нужно поставить оранжевый центр. Вот оранжевый центр. Значит первым движением мы ставим этот центр наверх. Вторым движением мы ставим задний центр наверх. Далее отменяем первое движение. И отменяем второе движение. И V-куб собран. Посмотрим еще раз. Оранжевый центр по цвету верхней грани находится спереди. Поэтому первым движением мы ставим передний центр наверх, чтобы эти цвета совпали. Цвета совпадают. Далее другой несобранный центр, который находится сзади, мы ставим на то же самое место. После чего возвращаем передний уголок на место. И движением заднего уголка делаем аналогично. И V-куб собирается. В случае если передний центр не совпадает по цвету с верхней грани, а совпадает получается с задней, то мы делаем движение сначала задним центром, потом передним. То есть сначала задний центр ставим наверх, чтобы цвета совпадали. Далее на его место ставим передний. И отменяем этот ход и этот ход. И так же все собирается. Посмотрим на Get Ball. Желтая сторона собрана, белая сторона собрана, располагаем их слева и справа. Причем неважно где желтая, где белая. Ищем еще одну сторону, оранжевая. Центр оранжевый стоит между оранжевыми уголками. Располагаем оранжевую сторону снизу. В итоге у нас сверху остается три несобранных центра. Сверху красные уголки. Значит сюда нужно поставить красный центр. Спереди зеленый центр. Значит его мы ставить не будем. Красный сзади. Значит начинаем движение с заднего центра. Желтый, белый по бокам. Оранжевый собранный снизу. Сначала ставим на место красный центр. Потом на то же место ставим передний центр. Отменяем первое движение. Отменяем второе движение. И вишар собран. Также возможно такое, что вы собрали белый и желтый цвета, а третьей собранной стороны нет. В этом случае не важно какой стороной располагаем вниз, раз все четыре не собраны. Главное, что белый и желтый по бокам. И сначала делаем пив-паф из предыдущей ситуации, где вращаем передний и задний уголок. И после этих движений один центр встанет на место. Далее располагаем собранный центр снизу. И делаем пив-паф еще раз. Для первого пив-пафа нам не важно, какой центр встанет наверх. В любом случае один из них встанет на место. Здесь перед нами синий центр, уголки красные. Красный центр сзади. Значит, начинаем движение сзади. Потом спереди. Отменяем. Отменяем. И аналогичная ситуация, где центры все находятся на противоположных гранях. Белый и желтый собраны. Остальные четыре не собраны. Здесь также делаем сначала любой пив-паф. После чего появляется собранный центр. Располагаем его вниз. И делаем еще один пив-паф. Причем здесь может уголок находиться перед нами, может не находиться. Можно из такого положения делать, можно из такого. Главное, что белый и желтый по бокам. В этом случае мы синий ставим наверх. Потом красный. Отменяем. Отменяем. Ну и подобная ситуация на едбол. Белая сторона собрана. Желтая тоже. А четыре остальных не собраны. Ну, насколько можно говорить, что у шарика есть сторона. По крайней мере, та цветовая зона, которую мы стороной называем. Опять же, белые и желтые стороны располагаем слева и справа. Делаем пив-паф. Используя передний и задний центры. Поднимаем передний центр. Поднимаем задний центр. Отменяем первый ход. Отменяем второй ход. Мы видим, что оранжевый центр стал на место. Располагаем оранжевую сторону снизу. Белые и желтые по бокам. И смотрим. Сверху красные уголки. Нам же сюда нужен красный центр. Ставим красный. Ставим задний. Отменяем первый ход. Отменяем второй ход. Шарик собран. Покажу пример сборки для закрепления. Мы находим сначала два белых угла. Один, второй. Поворачиваем белыми сторонами друг у друга. Ищем белый центр. Он снизу. Поднимаем повыше. И левым пив-пафом, используя левый и правый центры, ставим на свое место. Белая сторона собрана. Переворачиваем. Повторяем. С желтой. Один уголок. Второй уголок. Ищем желтый центр. Опять левый пив-паф. Желтая сторона собрана. Располагаем белый и желтый по бокам. Ищем центр, который стоит на месте. Это синий. Ставим его снизу. Сверху получаются зеленые уголки. Значит сюда нужно поставить зеленый центр. Он перед нами. Передний. Задний. Отменяем. Отменяем. И V-шар собран. Понятно, что при сборке можно какие-то движения просчитывать и этим сокращать количество ходов. К примеру, если у нас вот белый уголок и вот белый уголок. И рядом с одним из них находится уже белый центр. Достаточно частая ситуация. То мы можем, конечно, сначала повернуть правый уголок, а потом левый уголок. И все будет собрано, кроме центра. Но если мы в той же самой ситуации сначала повернем левый уголок, а потом правый, то центр уже будет на месте. Также, если у нас центр находится где-то в другом месте, то мы перед тем, как поворачивать эти уголки, к одному из них, можем этот центр подогнать. И провернуть то же самое, что я только что показывал. Ставим сначала пустой уголок, а потом уголок с центром. И белая грань уже сразу собрана. Если перевернуть, то то же самое иногда можно сделать и на желтой грани. К примеру, вот стоит желтый уголок и желтый центр. Ищем второй желтый уголок. Он здесь. Опять же, мы можем сначала правильно ориентировать пустой уголок, а после поставить уголок с центром. И желтая грань уже будет сразу собрана. Ну а дальше можно дорешать уже любым способом. Также понятно, что белый центр для начала сборки взят лишь для примера и чтобы начинающим было легче ориентироваться. Начинать можно собирать с любого цвета. Если кажется, что выгоднее начать с зеленого, то можно начать с него. Главное помнить, что напротив зеленого у нас синий. Если вы начали сборку зеленого, то потом нужно противоположно собирать синий. Также можно начать с желтого и будет белый, а с красного и будет оранжевый. Ну и наоборот. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.